Всем привет! Стало известно, что Лариса Копенкина до сих пор поддерживает связь с молодым красавцем. На ее странице в инстаграм появились довольно интересные кадры. Парочка принимает грязевую ванну в спа-салоне. Оба выглядят довольными жизнью и обществом друг друга. Такая снежная зима, а мы грязь нашли, подписала Лариса. Под видео развернулось бурное обсуждение. Часть подписчиков Копенкиной решила, что Шаляпин вернулся к ней. Одни обозвали его Альфонсом, вспомнив роман с миллионершей Татьяной, другие обрадовались, назвав ее самой лучшей женщиной для Прохора Шаляпина. В комментариях воссоединение не оценили. Возвращение блудного сына? Нагулялся и к маминой груди? Никакого чувства собственного достоинства? Почему позорятся они? А стыдно мне? Что один странный товарищ, что вторая? Высказывались они. Негативно высказался в адрес Ларисы и заодно других любовниц Шаляпина пользователь сети, обозвав их старыми дурами. Это старое видео. Или он опять к Ларе вернулся? Он че дурак от такой женщины уходить? А как же богатая Танечка за границей? Шаляпин Альфонс. Ну а Шаляпин как колобок, от одной старой дуры к другой Шаляпин, ты же с другой Альфонился. Лара тебя приняла опять рассмешили, повеселили так держать, молодцы, пишут комментаторы. Ни Копенкина, ни Шаляпин при этом не стали вступать в перепалку с критиками. Добавим, что уже ни для кого не секрет, что 37-летний мужчина питает слабость к женщинам преклонного возраста. Например, к Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет. Женщин-артист предпочитает выбирать обеспеченных. В прошлом году его видели в компании канадской миллионерши. Шаляпин сказал, что перечень его любовей – это первая 20к Forbes самых богатых женщин мира. В основном в этом списке американки, но есть даже китаянки и одна японка. Он выразил надежду, что японка будет кормить его шоколадками, так как он называет себя сладкоежкой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!